Чтобы создать вот такой защитный щиток, весьма актуальный в условиях карантина, нужно несколько троек. 3D принтеры, 3 часа их работы и 3 минуты шлифовки и доводки изделия для использования по прямому назначению. Интересно, что создают их школьники и студенты абсолютно бесплатно. Часть из них работает вот в этой лаборатории, другие печатают их прямо из дому. Создатели говорят, что несколько раз дорабатывали стартовую модель, пока не учли все требования безопасности и эргономики. Сейчас лаборатория мехатроники и робототехники пищевой академии тише, чем обычно. Слышен только шум работающих принтеров. До карантина здесь создавали анимированных манекенов, печатали детали механизмов, программировали специальных роботов. Теперь лаборатория отвечает на вызов времени, создает защитные щитки. Конструкция довольно проста, но, как и везде, есть свои этапы производства. Первый – создать трехмерную модель. Ее-то и будет, как текст на бумагу распечатывает 3D-принтер. Синим цветом это полностью поле, которое заполняется для печати. Дальше он начинает печатать полностью всю структуру. Это поддержки специальные. И дальше это полностью уже весь каркас нашего будущего ободка для щитка. Создатель модели, одиннадцатиклассник Влад, рассказывает, что все подобные лаборатории в стране решили откликнуться на просьбы и запустили производство щитков. Одесский проект объединил 50 человек. Это студенты и школьники. Денег они не просят, нужен только материал. Прозрачные ПВХ-листы и катушки специального пластика для печати. Нам приходит благодаря благотворительности такой материал, то есть пластик. Это как раз одна такая бобина пластика, помогает нам напечатать 40 штук. После этого нужна замена бобины на следующий пластик. Пластик экологически чистый, то есть не наносит никакой вред человеку, который его носит. Вот. Изделие ровно через три часа получается вот такое полностью готовое. Еще один этап производства – вырезка пластиковых щитков. И снова в помощь высокие технологии. Лазерный станок с высокой точностью нарезает изделие согласно заданной программе. Есть и свои трудности. ПВХ попадается разного качества, брак может достигать 5%, но даже так быстрее и дешевле, чем нарезать вручную. К слову, достать далеко не специфически для лазерного луча пластик становится все сложнее. Аналогичное производство запустили по всей Украине. Люди еще в городе, другие, параллельно тоже занимаются этим. Тоже печатают маски. И из других регионов Украины тоже скупили материал ПВХ. Сейчас я купил 20 квадратных метров. Производитель сказал, ну, продавец сказал, что у него осталось всего 40 квадратных метров и все. Сейчас порежем здесь партию, посмотрим еще сколько мы напечатаем за сегодня. То есть, грубо говоря, мы за сегодня планируем вырезать где-то 200 штук. Выпуск защитных щитков здесь начался на прошлой неделе. За это время отпечатано 50 изделий, что называется на пробу. Отправились они и в Одессу, и в Кировоградскую область. Молодежь говорит, что заказы есть. Их объем и география поставок будут только возрастать. Главное собрать все отзывы и доработать изделия. А потом можно освоить и что-нибудь новенькое. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».